И почему ты еще не на стримах ХЛЕ Плей? Мигранты сбил женщину, приехали на помощь. Погнали. Толкал до дивана, сел сверху и стал бить. Как можно стараться вести себя так вызывающе, когда женщина делает замечание? Хоть и вроде не едят, но ведут они как свиньи. Что такое? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Что случилось? О, какая-то разборка там сразу. Друзья, всех приветствую. Сегодня женщина обратилась нам за помощью. Мы прямо сейчас к ней выезжаем. Просто сюда приехали люди работать, зарабатывать, но они чхали. На традиции, на законы, на порядки. Женщина, им просто сделано замечание. Не стоите, убирайте за собой. Впоследствии чего я ей сломаю нос и скулу. Как можно бить женщину? Ничего себе. Этих ублюдки будут наказаны прямо сегодня, прямо сейчас мы поедем. За ними. И доставим их в отдел полиции. Смотрите видео до конца, будет очень горячо, очень интересно. Лично от себя я помогу этой женщине, потому что вчера занес. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Самочувствие? Получше, конечно, чем было. Жесть. Посмотрите, просто люди, что вот просто... А сколько вам лет? 43. 43 года вот женщине, просто вот с плаками на детей. Что вам сломает? Нос и глазную орбиту. За что? За то, что просто посылает и не угает за собой? Ну да, у нас постоянно конфликт из-за уборки. Они не любят за собой убирать вообще. И мы постоянно, я на протяжении больше 4 лет и обращалась в полицию, и вдруг не обращалась, что у нас идет конфликт, и он затяжной. И что рано или поздно что-то случится, однозначно. Ну, вот это рано или поздно мы встали. Пошли, пойдем к вам. Да, пойдем. Они там вместе с вами живут, да? Да. Погнали. Заходим. Ой, сейчас им это не понравится, конечно. Ну, моя комната здесь, а сосед жил здесь. Вот, началось все в коридоре. Мы прошли посмотреть расписание дежурства, потому что он сказал, что он уже дежурил. Ну, я говорю, пошли посмотрим. Вот у нас расписание. Здесь имена, сколько живет человек, и с какой по какую дату дежурит. Получается, что он дежурит. Он 16-го дежурит, потом я принимаю дежурство. Его же зовут Джа Хагир. А откуда он родом? Узбекистан. Вот. А сколько ему это? 92-го года рождения. А, ну, сегодня еще молодой, 30-й получается. Да, да, да. Вот, и потом я сказала, говорю, убирай, потому что здесь было очень грязно. Туалеты были все грязные, все грязно. Говорю, убирай. А почему это все грязно? Что, не убирают за собой? Они не убирают. Ты тоже... Они в обуви ходят на кухню. Вот они с улицы приходят, неважно, лето, зима, осень. Слякаются. Они приходят, ну, здорово там, ассалам, алейкум. Они, неважно, где стоит там человек. Они прям вот в обуви сразу. А получается, вы среди местного населения, только вы здесь одна, остальные все приезжие? Приезжие. Да. Остальные все... ППЦ. Все страны Средней Азии, скажем так. Так, хорошо, в общем, тут было НАСА, на все в Гайзи. Да. Вы сделали как замечание? И просто по-дограмму сказали, слушай, убей твою очередь. Я так и сказала, говорю, твоя очередь я принимаю, да? Я не приму у тебя дежурство. Все. Пока ты не уберешь. Я развернулась и пошла в сторону своей комнаты. Чтобы из-за чего дальше? Он стал мне огрызаться в спину. То есть, вот, да что, на каком основании, вот, в таком духе. Я говорю, ну, на каком. Это мой дом, я хочу жить в чистоте. И ты вот, пока здесь живешь, ты будешь тоже подчиняться этим правилам. Эти правила придумал даже не я. Вот. Он стал еще больше агрессивенцить и догонять меня. Когда он со мной поравнялся, он меня послал, я его в ответ, и он меня ударил. Ударил один, а ты бить начал? Он сначала ударил, потом захват, стал отбивать в затылок. Я вывернулся, но я не ожидал вообще, ну, и вообще я не дерусь. Я вывернулась, он стал бить вот в эту сторону, вот здесь отбивать. Наверное, через хотел сломать или что. Выскочил сосед, увидел. Сосед тоже, его земляк? Да, да. Он его оттянул, говорит, что ты делаешь? И я быстренько стала уходить в комнату, достала телефон, набирать полицию. Он, видимо, услышал, и когда я закрывала дверь, он ее сдернул с такой силой, что ручка чуть ли не осталась у меня в руках. Он ворвался в комнату и продолжил сбивать. А я не знаю, я останавливал его, когда он... Мы потом, когда разговаривали, он говорит, я не ожидал, да? Я думаю, ну все, типа, пораспустил, все, и отпустил. Он потом услышал мой крик, тоже заскочил и снял. Надеюсь, сейчас с ним поговорят, чуваки. Найдут. Потому что если бы он этого не сделал, я не знаю, что бы было. Он, получается, вас поварил и просто бил? Да. Ну, слава богу, что хоть ножей не было рядом. Вот, да. Я пыталась закрываться, ну, естественно. Он все равно убирал руку из-под руки. Бои ему, а, короче, да? Ну, да, но только, по-моему, соперник неравный. Ну, я согласен. Тем более, по их законам, да по его законам. Мужчина, женщина убить, это вообще где такое видано? За то, что просто нужно не срать, а вести себя в гостях. Он же приехал сюда, зарабатывал деньги. Да. Он в гостях. Как можно здесь срать, вести себя так вызывающе, когда женщина делает замечание? Это ваша комната купленная, правильно? Да, это моя собственность. У женщины это собственность. Чел приехал с другой стороны заработать денег, напоревал на всех на все, срет и бьет просто людей. За то, что ему говорят, просто уберись, твоя очередь. Да, и вот он забежал потом сюда, рванул дверь. Вот ручка. Дал меня заталкивать в комнату. Я сначала его выталкивала, чтобы он вышел, я говорю, выйди отсюда, ты чуть-чуть в мой комнату ворвался. Но он меня толкал, да толкал до дивана, сел сверху и стал бить. Так, расскажите имя, фамилию, отчество, вы знаете его? Я знаю только имя Хусанбой. И когда он, год рождения, 92-й, все. Больше мне, ну, участков никаких ничего не было. Хорошо, вы написали в полицию, прошло уже, получается. Я только сегодня об этом узнал. Если бы узнал, прям этот день, прям сразу поехали бы. Прошло, получается, 6 дней. Да. Полиция поезжала сюда? Нет. Вы просто написали за верением? Они один раз приехали, забрали соседей. Здесь же в комнате не один человек живет. Их там толпы. Их там толпы живут, да, абсолютно верно. У нас две комнаты, которые я просила, сколько раз проверить, потому что здесь бесконечно меняются люди. А сколько в этой комнате людей живет, по вашему мнению? 4-5, но постоянно меняются. Вот здесь как перевалочная база, постоянно. Постоянно приходишь домой, и у тебя постоянно новые лица. Ну, они вам мешают жить? Вы чувствуете дискомфорт какой-то? Ну, грязь, тараканы, колопы, вот это, это комфортно? А помимо этого, есть что-то еще, возможно? Были какие-то уже нападки с их стороны еще, помимо этих ситуаций? Вот то, что, кстати, не убираются и занимаются такой вот всякой хуйней, это ебать же за. Не знаю, почему у них вот, когда они толпой сбиваются, они не следят за порядком. Я вам рассказывал про тараканов, да, у нас в доме. Что потом, блядь, просто насильно, блядь, туда ворвались люди, блядь, с этими службами, блядь. Все сделали, их нахуй выкинули оттуда. И все, и они исчезли, серьезно. Больше я не видел ни одного до сих пор, а уже сколько лет прошло. Это вообще, блядь. Ну, блядь, почему так? Самим-то, блядь, охуенно было так жить, я непонятно. Мы конфликтовали, совместно, да. И тоже там толпой живут. Состоянно, я их каждый раз как дежурствую, каждый раз я с ними конфликтурую. Потому что для них чисто, это просто сарач в помойках. Ну, видимо, да. Они говорят, они вот, хоть и вроде не едят свинину, но ведут они как свинины. У нас на заводе они бывают с руками мотолкана. Я устала, я постоянно покупаю на коммуналку, там, потравить тараканов. Травлю, 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 опять вот этот вот съезд туда-сюда, опять побежали тараканы. Но это неприятно, когда ты выходишь на кухню, там толпа тараканов. Критическая неудача. Тараканов мы буквально, наверное, месяца три назад избавились. С большим трудом. Потому что, по сути, это надо делать ремонт, все выбрасывать. Я выбросила один диван, сделала здесь, обрабатывала, какими только средствами не обрабатывала. Но все равно, если это не делают остальные, это все возвращается. Я потом кое-как уговорила тоже сделать. А кто им сдает комнаты, опять? Русские люди сдают. Двоих хозяев я знаю, и двоих еще видела. А они знают, что тут помойка, что-то по итогам такое просто? Вообще пофигу. Я звоню, говорю, понимаешь, у тебя в комнате живет пять человек. Он говорит, вот, я только что разговаривал там с их тяром. Он мне говорит, у него два человека живет. Я говорю, я здесь живу, каждый день прихожу. У тебя пять? Нет, говорит, ну, как я тебя могу верить? Вот я ему и верю. Ну, бабки капают, и пофиг. Ну, как бы, да, как бы, вот, пофиг вообще. И сколько я не пыталась с ними связываться, разговаривать каждый раз. И, опять же, одна и та же ситуация. Это всегда, вот, уборка. Всегда. Ну, потому что, ну, мне с ними делить нечего. Здрасте, до свидания. Конечно, трэш полный. Правила приличия, и все. У меня просто сейчас вопрос к людям, которые нас будут смотреть. Просто я вот такие вот материалы снимаю, чтобы люди... Появился ажиотаж. Во-первых, органы компетентные занялись вопросом. Во-вторых, диаспоры. Которые так любят вписываться за своих, в каких-то моментах вытягивать преступников на свободу. Почему не приехать сюда вот достойным? Они же достойные всегда говорят, вот мы достойные. Вот женщина страдает, обращается за помощью конкретно. Срач, все в говне, толпы бегают из бири. Где ваше внимание? Я напишу адрес. Поезжайте, диаспора, решайте. Либо нет диаспора, там, бойцы ММА, кто угодно, земляки. Здесь узбеки. Да. Нужна помощь. Появите себя, покажите себя. Васька, Петербург. Поезжайте, решайте. С удовольствием, если вы это сделаете, я освещу на своем канале, скажу, что вы красавчики, вы помогли женщине. После избиения он сразу сбежал. Сразу же. Вот прям вот собрав в сланцах, как был, куртку накинул и убежал. Ну сбежал куда-то, в другую квартиру, такой же притом. Ну, скорее всего, да. Просто поменяйте, произошло это замещение. Один убежал в другую, а тот пришел сюда, вот так сказать, поменяйте. Ебать, он реально адрес написал? Ну да, но, видимо, с разрешения женщины, то есть в этом плане как бы... Сейчас там будет то же самое, срут, людей снова убьют, снова меняются. Как тараканы. А полиция, что вам сказала? Она задержит его, а не его, как он в розыске уже. Сначала, ну да, сначала полицейский ничего не говорил. Сказал только, что узнал его данные. Потом сказал, что подал в розыск. Я стал уточнять, какой розыск, когда подал. 19-го числа он подал в розыск патрульно-сторожевой. То есть, если его... Паспорт посмотрит, только тогда его... Да, только тогда его задержат. И стал мне говорить, что пока он не допрошен, еще вина его не доказана. Я говорю, он... А вот это что? Это что? Я, конечно, понимаю все. Но у меня даже очки есть нападавшего. И тапки, которые он потерял в коридоре. Или снял специально, чтобы удобно было бежать. А его же зимойки, соседи, вот эти все, с кем он жил, они же все подтвердили, что он бил? Не знаете? Нет, никто. Никто. А кто оттаскивал? Что он сказал? Никто. Все сказали, мы ничего не видели, ничего не знаем. Пиздец. А, вот оно как. Ну, еще лучше. Это, опять-таки, второй раз обращаюсь к узбекам, которые находятся в Петербурге. Достойно. Помогите женщине, решите вопрос. Если просто мы будем помогать, потом нас покажут по телевизору, что мы там экстремисты, что мы тут устроим разборки, межнациональная рознь, мы все решаем только по закону, освещаем, показываем, какое говно их дни происходит, как просто межнационных женщин просто избивают и нагло просто на голову царятся и срут. Кто может помочь, поддержите, пожалуйста, видео лайком. Так, пошлите, пойдемте еще посмотрим, как они тут живут. Ну, соответственно, комната, из которой гражданин меня избил, вот как выглядит. А что с ручками, что они пьяные бегают? Блин, сегодня сломалась, и хозяйке все равно. Если так вот обратить внимание. Так тут я не понимаю, кто тут свиньки-то жил? Почему тут так грязно, ручки сломаны, что это за пиздец? Я не пойму. Ну... У вас, у вас хуй-турно чистая, чистая квартира, все хуй-турно. Здесь у всех других какая-то помойка, вот это помойная яма. Ну, как есть. Я для себя делала жилье, я делала, ну... Один пиздешь, да подождите, сейчас они... Потому что мне хочется комфорта... А, хотя уже это... Блядь, чё тут... Ну, остальных я ж не могу за них учить. Так, давайте мы, наверное, вам поможем материально. Обращусь ко всем людям. Ребят, давайте поможем... Может, какое-то в итоге будет что-то? Просто даже тупо наречение. Там, кому не жалко, 100, 200 рублей, когда-то будет в описании. Потом, когда мы вам привезем деньги, мы это все заснимем, опубликуемся в Телеграм-канале, как бы, чтобы было все прозрачно, чтобы вы все видели, что мы собрали деньги, передали вам. Поэтому люди нас поддерживают наши все. Мы вам поможем материально. И, во всяком случае, будем дальше на связи. У вас номер мой есть, в случае чего звоните. Это видео сейчас ребята поддержат, там, лайки, комментарии, оно взлетит. Соответственно, охранительные органы, по-любому еще жестче займутся вопросом. Я сейчас даже выйду позвоню, у меня есть куда позвонить. Как раз таки занимается межэтникой. Как раз вот этими вот ребятами, которые... Не то, что я не говорю, что там они плохие. Как раз, кто не может себе не уметь обвести. Ну, это согласно. Как по закону, вот по Игоре, вот можно взять женщину избить, вот просто сломать ей все, и все это... Это вообще, где такое писано, где такое видано? Это что, звери? Просто звери, скрепки сбежали. Ну, среди них же тоже есть люди. Я же говорю, что понятно, что есть адекватное. Но адекватное тянуло, помог. Но когда пришла милиция и должна посадить в хейтку этого зверя, он сказал, что я ничего не видел. Это что такое получается? Ну, они всегда боятся правоохранительные органы. Видимо, они жали какие-то проблемы. А, нет, нету регистрации, скорее всего. Скорее всего. Тут даже сюда просто приехать и просто пройдите по этим квартирам. Тут, кажется, по 5 человек живет, так как вы говорите. Тут, короче, человек 50 живет. Пробить у них всех регистрацию, то я думаю, тут по регистрации официально кто живет, человек 10 от силы. А хотя, возможно, вообще никого. Ну, есть такое. Я обращалась в полицию, не один раз писала заявление, чтобы именно пришли проверенные. Ни разу не пришли, не проверили. То есть я пыталась подойти с разных сторон, но так как, естественно, у меня нету полной информации, чтобы как-то взаимодействовать, действовать. Я не знаю всего. И помощи от органов я никогда не получала, что давайте напишем там, к примеру, сюда, и вам там, может, разобьем, поможем. Нет, я приходила, у вас какая-то нету. Вот так и так, вот так и так. Пишите заявление, все. Ну, дальше приходит отписка и все. И с участком, с предыдущим разговаривал, что вот проблемная квартира... Ну, я думаю, сейчас займутся уже после этого. Ну, помогите. Помогите решить все мирно. Ну, я не хочу конфликтов. Зачем? Они мне, по сути, не мешают, да? Кроме вот... Может, проскипаешь? Ну, нет, ну сейчас давайте досмотрим. Помогите решить вопрос мирно. Тут осталось тут пару минут. Поможем, поможем. Это видео соберет много просмотров. Ребята, грозаните, пожалуйста, подписка, лайк, комментарий, чтобы оно как можно больше собрало просмотров. И, соответственно, чем больше просмотров, тем больше внимания нужных людей на эту ситуацию. Могут связаться не только по охранителям органов, могут и полицейские, и депутаты, и кто угодно. Добрый. Что такое? Опа. Что случилось? Что случилось? Что, сэрвэя, или чё? Нет. По обожанному на инцаме написано, что сэрвэя. Мы выпили просто. А если зашусь я вернусь? Ну, я и пара красить. Сэрвэй, воверный мур. Привет, Сергей, смотрю, вас очень давно не могли бы вы отхуесосить меня из-за того, какой я жалкий, из-за того, что не могу решить свои проблемы, хотя они нетрудные. Удачного просмотра... Нет, чел, давай, удачи. Так, проскоп, чай есть. Так, веселые соседи. Здесь сети, здесь. Докаманы, сэрвэя. Так, в общем, сбил себя на этих, конечно. В общем, ребят, остаемся на связи. Будем держаться в курсе новостей. Все деньги, что соберем, передадим. В Телеграм-канале будет пост. И вся дальнейшая информация, как будет развиваться, будет тоже в Телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Бля, в Телеге. Не бросим, не оставим. Номер мой, знаете. Поэтому, ребята, сила в единстве. Нам не важно, кто куринаций, кто куринаций. Блин, может быть, кто-нибудь добрый... Долбанул, что было? Дальше. В Телеге развитие событий. Блин, жалко на самом деле, что они не делают какие-то мини-видосы. Ну, я не знаю. Или хотя бы, знаете, в формате клипа, шортса. Мне кажется, это было бы неплохим решением для них. То есть, например, что-то произошло, и шортс буквально на одну минуту, где он стоит и говорит. Короче говоря, по этому видосу мы приехали, ла-ла-ла-ла, и это последовало. То есть, на минуту буквально. Это, кстати, было бы окей. И более того, это было бы интересное промо, потому что если люди бы попадали на этот видос, им было бы интересно, а что это, где, как решились. И он говорит, вот оригинальное видео здесь, переходите. То есть, почему нет?